Здравствуйте! Сегодня в этом ролике мы поговорим о зимом чесноке. Как сделать так, чтобы эта культура порадовалась следующим летом вас богатым урожаем. Для начала разберем сроки посадки. Конечно, если посмотреть любое руководство по чесноку, там сказано, зубки высаживают за один месяц до замерзания почвы, чтобы они успели укорениться. Так ли это принципиально важно? Мой многолетний опыт показывает, что к этому надо относиться как-то более скептически. Почему? Потому что почва замерзала сейчас у нас и в ноябре, и в декабре, и в январе. Соответственно, сами понимаете, что мы не будем посадку вести в декабре месяце за месяц до замерзания почвы. Необходимы другие критерии. Другие критерии – это просто благоприятные сроки агрономические. Что необходимо учесть по срокам? В южных районах, там, где тепло, там Кубань, Ставрополье, там, конечно, чеснок все не заморачиваются, высаживают в августе месяце, он сходит, дает зеленые листья, и зимой так грунтен. Ну, наши почему-то все, как бы ученые, на перебои этой самой практики, нельзя допускать, чтобы чеснок пророс, он погибнет. Так вот, мой многолетний опыт со сроками посадки показали, что даже если чеснок прорастает осенью, а это бывает примерно 20% растений, особенно в южных сортов, значит, он дает и 3, и 4 листа, он смерзает. Но имея хорошую корневую систему, он никогда не вымерзает. Весной он по-новому выпускает листья, отрастает новые листья, и этот чеснок дает прекрасный урожай. Поэтому я очень скептически, чтобы не допускать прорастания чеснока под зиму. Ранняя посадка, наш чеснок прорастет хорошо. Насколько ранние сроки посадки? Исходя из своих экспериментов, я высаживаю чеснок с 15 по 25 сентябра. Это центральная часть Белоруссии. Вы, соответственно, делаете поправку на свой климат. Конечно, может кто-то скажет, что это рановато, но вы заметите, что если вы не выкопали луковицу чеснока, она сохраняется в почве, то в августе она имеет уже хорошую корневую систему. Вы перокапывали, надеюсь, вы со мной здесь согласитесь. Как выбрать сорт чеснока? Продолжение повторюсь еще раз, сортов бывают очень много и глаза разбегаются. Ну, во-первых, к вашему сведению, существует всего лишь 600 сортов чеснока. И вот поскольку чеснок вегатосинно размножаемая культура, у нас все эти 600 сортов, они очень похожи друг на друга. Единственное отличие от чеснока, у нас не размер луковиц, а форма луковицы окраска чешуи. Она может быть фиолетовая, и она может быть белая. Но тут есть очень интересный нюанс. Когда вы выбираете чеснок, многие смотрят на размер луковицы, а не смотрят на число зубков. А что это важно? Ну, представим, что вот чеснока, есть сорт у вас, взяли там какой-то казахский, там растет только два зубка. Два зубка, и луковица весит где-то 80 грамм. То есть зубок 40 грамм, почти как целая луковица весит. Ну, и многие как бы разгоняются, что такое чеснок я посажу. И очень напрасно. Почему? Потому что, смотрите, вы скушали луковицу, следует, что надо посадить. Скушали луковицу, следует, что посадить. То есть у вас практически половина чеснока, который вы собрали, вы садите обратно в поле. Поэтому, своего опыта я замечу, и вам посоветую. Значит, считаем число зубков. Число зубков в луковице должно быть не менее шести. Значит, если шесть зубков будет, значит, вы можете смело пять луковиц кушать, а шестую использовать на посадку. Ну, конечно, тут есть белые. Тут число зубков до десяти доходит. Ну, это тоже хороший показатель. Зубки тоже крупные. Крупные красивые зубки, видите, это самое. Тут где-то десять зубков. Это тоже хороший показатель. Ну, соответственно, многие по остроте. Считается, что фиолетовые более острые, с белой чешуей чесноки менее острые. Ну, как бы, я вот так, в наших условиях, нашего климата, я не заметил большой разницы между фиолетово-крашеным и белокрашеным чесноками. Вот, попрошу это учесть. Значит, то еще необходимо обратить внимание. Значит, вот луковица, не только размер луковицы важен, но важно, сколько родов зубки. Если озимый чеснок имеет зубки, которые уходят до центра луковицы, это очень хороший показатель. Но иногда бывает так, что мы гонимся за размером и не обращаем внимания, что вот идут наружные зубки, а внутри еще есть, как бы, хохолочек из мелких внутренних зубков. Такие сорта, как бы, не очень хорошо садить, потому что у нас получается много отходов. Поэтому обращайте внимание на этот нюанс. И, значит, что берем для посадки отбирательщины? Мы берем самые крупные зубки. Далее, еще для посадки, что необходимо обратить внимание. Если вы выращивает чеснок, и он у нас был болен, значит, не стремитесь его использовать на посадку, потому что инфекция сохраняется в этой луковице, хотя она вид внешне здоровая все, и потом она будет заражать ваши зубки, и ваш чеснок будет погибать. Помните об этом. Потому что инфекция может быть как в виде спор грибов, так и в виде зимущих там нематод. Нематоды тоже внедраются, чесночки, но там живут, и потом повреждают наш чеснок, и мы не получаем урожай. Следующий нюанс, который необходимо учесть. И что мы почву не готовим, а готовим пока зубки. Зубки необходимо протравливать обязательно. Ну, раньше бы я рекомендовал вам химические способы протравливания. Сейчас же я рекомендую использовать биологические препараты. В частности, сирная палочка. Здесь 100 мл надо надеть литров воды. Поскольку нам такой объем раствора не надо, мы используем 50 мл на 5 литров воды. Это вам вполне достаточно, будет для обработки нашего посадочного материала чеснока. Определились с посадочным материалом, знать, как его обеззараживать. Ну, теперь на штамп подготовки оградок. Ну, оградки обычно готовятся за 2 недели до посадки. Это для того, чтобы почва осела. Если делать перед самой посадкой, я расскажу вам позже, что необходимо сделать, чтобы ваш чеснок зимой не вымерзал и не повреждался. Ну, значит, первое, что необходимо учесть. Чеснок – культура прожорливая. Особенно на пирогной. Поэтому считается, что 2 ведра пирогной на метр квадратный – норма. Но, если вы даете пирогной больше на 1 метр квадратный, это не повредит вашему чесноку. Это придаст ему еще большую силу, и, соответственно, вырастут более крупные луковицы. Ну, значит, опять же, я вношу и чеснок, и золу, и минеральное удобрение. Как это все внести для того, чтобы не было вреда? Потому что, если внести пирогной и внести золу, как бы часть азота улетучится. Я вношу послойно. На поверхности почвы рассыпаю где-то слоем примерно 5 сантиметров пирогной и минеральное удобрение, сложно смешанное минеральное удобрение. Все это перекапываю на глубину где-то 20-25 сантиметров. На 30 сантиметров я не копаю почву. Потому что ни одной лопаты на такой глубины нет. Вот этот трактор можно запахать на такую глубину. И после этого, как заделал пирогной, делаю родочки. А вот в родочке я уже буду посыпать золу. Посыпаю золу и высаживаю мои зубки. Что это дает? Такое пословное внесение. Значит, во-первых, повышается морозостойкость растений. Зубки хорошо перезимовывают. И зола укрепляет их иммунитет. Ну, точно так же. Если ваша почва была заражена, значит, можно пролить раствором триходермы, чтобы не было корневых гнилей на вашем чесноке, не было фазариоза. Посадили зубки, пролили раствором триходермы и после этого заделываем. Засыпали почвой, все. Ваша посадка будет закончена. Так, вот такой нюанс, смотрите, по почве. Если у вас почва тяжелая, наш чеснок желательно садить, как гребни, делать небольшие гребни, хотя бы высотой 5-8 сантиметров, и в эти гребни высаживать чеснок, чтобы он был чуть-чуть как бы на поверхности. Сделать это несложно. Высаживаем, землю сбоку подгребаем, гребень у нас получился. Но высаживаем не глубоко. На пешчаных почвах таких нет. Ну, что я сказал, если почва готовится в день посадки, если почва готовится в день посадки, для того, чтобы потом не разрывались корни чеснока, и растения не умерзали, мы по всей этой оборудочке, ее можем досочкой, можем граблями, можем цяпкой, чем угодно, мы уплотняем почву. То есть дно уплотняем, уплотняем почву, и это уплотненное дно, мы высаживаем наш чеснок. Тогда он будет прекрасно зимовать. Ну и дальше необходимо что сделать? Почву необходимо замульчировать. Почему надо замульчировать почву после посадки чеснока? А очень просто. Потому что почва замульчирована, она не так промерзает зимой, и подрогняет наш чеснок от вымерзания. Ну так, я перескочил, может быть, повернусь. Сколько же надо давать на один метр квадратный, два ведра перегноя и 60-80 граммов сложного смешанного минерального удобрения. Ну, зона, соответственно, уходит где-то один на родочек, где-то полсто грамм на один родочек, на один погонный метр. Чеснок посадили, замульчировали, и он у вас растет. Но бывают нюансы. Ваш участок находится там, где ветра. Вы на даче не можете бывать, и укрывать ваш чеснок тоже не самый лучший вариант, потому что укрытие, например, если укрыть даже лапником, бывают ветра, они сносят. В этом случае мы поступаем гораздо проще. Посадили чеснок, и сразу же в междурадиях высеваем овес. Обыкновенный овес посеяли, все зимнее зашитое, снегозадержание, вот и прочее, то, что, ну, преимущество зимнего укрытия нам будет обеспечивать овес. И наша почва весной не будет трескаться, и наш чеснок будет прекрасно расти. За зиму он смерзает, он свою роль нам осенью и зимой отслуживает, типа утепляющий материал, типа мульча, а весной он просто прикрывает почву от растрескивания. Поэтому технология, сами как видите, очень простая. Глубина посадки. Глубина посадки чеснока считается от верха зубка до поверхности почвы 4-5 сантиметров, то есть спичная коробочка. Глубже сажать нет смысла, потому что я пробовал, как бы экспериментировал. Такой вариант. Есть, сказали, что можно чеснок сажать в шахмановой парадке. Значит, один рат высаживаешь на глубину 12 сантиметров от поверхности почвы, другой рат следующий, высаживаешь уже 4-5 сантиметров от поверхности почвы зубок. Но я не заметил преимуществ. Почему? Такая густота чеснока, она, конечно, сорняки подавляются, но полоть его нереально сложно, этот чеснок пропалывать. И урожай все-таки крупных луковиц очень маленький. Вырастают мелкие и средние луковицы. Поэтому я понимаю, что гнаться нам за урожаем тоже как-то абсолютно не хочется чистить потом эту мелочь на своем столе. Учтите эти моменты, и чеснок порадует вас с отличным урожаем.